Добрый вечер, это программа «Журсовет». Здесь журналисты задают вопросы, которые им действительно интересны. Со мной в студии сегодня находятся мои коллеги, это Ирина Сырцева и Дмитрий Житарчук. А также в гостях у нас сегодня Юрий Басманов, директор благотворительного фонда «Статус детства», учредитель благотворительного гуманитарного фонда «Родной край». Всем добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня отмечается Международный день помощи бедным. Он установлен ООН в 1995 году. Сегодня в СМИ масса сообщений о том, что число бедных людей вообще в нашей стране растет. Сейчас познакомлюсь с цифрами. Например, по данным декабрьского мониторинга социального самочувствия «Ранхикс» около 20 миллионов человек, это 13% населения, в уходящем году получили доход ниже прожиточного минимума. С этими людьми, с бедными людьми вы встречаетесь изо дня в день, общаетесь с ними непосредственно. Познакомьтесь со своим опытом и в целом расскажите, как вообще ситуация с бедностью в нашем регионе. Ну, как и везде, у нас регион дотационный. Соответственно, мы создали комитет гуманитарной помощи при благотворительном фонде «Родной край» на розе «Лексенбург-59», город Киров. Работа там с Министерством социального развития, с центром «Бомж». Конечно, ситуация очень сейчас печальна, ввиду того, что закрываются заводы, частные предприниматели закрываются очень много, и людей остается как бы брошенных, без работы. И люди действительно не знают, куда пойти, как модить детей, особенно в школу. Соответственно, мы вот создали такой центр, где наши граждане могут принести там одежду, средства гигиена, продукты питания. И нуждающимся мы выдаем вот эти продукты. К нам приходят многодетные мамы, погорельцы, инвалиды, пожилые граждане. И мы им всем стараемся помочь. То есть, вы помогаете тем, кто лишился работы, то есть человек с завода, в трудной жизненности. Да, есть такие моменты, что приходят, вот я не могу, остался без работы. Вот у меня там двое-трое детей. Как, ну, там, допустим, приходят с детьми, надо одеть, вот сейчас холодно стало, там, допустим. У нас есть какая-то теплая одежда. Соответственно, вот там девочки, мальчики, они выбирают эту одежду, там, теплую обувь. Вот, и, соответственно, радуют этому. Особенно, когда вот мы собираем, там, канцелярские изделия в школу, там, ручки, тетради. То есть, мамы очень благодарят за то, что... Вы начали так пессимистично. Вот ситуация с безработицей, меня это заинтересовала, действительно очень серьезная. То есть, год от года лучше не становится? Год от года лучше, пока не становится. Как бы, кризиса, я так думаю, что пока не заканчивается. У нас, в нашем регионе люди едут и в Москву работать, другие крупные города. Да, некоторые приезжают, вообще, кого-то обманули. Соответственно, много, я уже как стал, как психолог, приходят люди, и по 30, по 40 человек у нас, фактически, ежедневно в наш центр приходят. Соответственно, с разными проблемами. У кого-то, вот, есть погорельцы, допустим, приходят, вот, в Орлове сгорели, и там 80 человек осталось без жилья. Мы сразу же, как бы, набрали несколько машин вот этой одежды, значит, бытовой техники, и отправили вот сразу на второй, на третий день. Потому что мы периодически пополняем все себя вот это, как бы, мы работаем с магазином «Спасибо», где вот тоже собираются вещи. Мы работаем с Министерством социального развития, где можем у кого-то что-то взять. Вот, на данный момент у кого-то что-то требуется, к нам приходят, оставляют заявки, там, допустим, надо вот, ну, срочным образом холодильник, там, у какой-то семьи, допустим. Но вы сначала ведь узнаете проблему, действительно, или люди нуждаются? Ну, вот, у нас работают волонтеры, очень много волонтеров, которые, во-первых, надо всю эту одежду перебрать, которую приносят нам, приносят, знаете, все, что угодно. Конечно, детям мы не стараемся выдать вот это БУ, ну, потому что, как бы, все равно дети есть дети, вот, взрослые, конечно, берут, выбирая все, что хочет. Я правильно понимаю, что это такой пункт обмена возможностей и потребностей, да, получается? Могут обратиться и те, то есть, кто угодно, там, вы не ищете кого-то сами, то есть, просто люди узнают, там, передаются информации? Да, люди узнают, звонят, допустим, умерла, там, бабушка, умер дедушка, вот, надо как-то вещи эти, мы, бывает, сами выезжаем за вещами, как бы, ну, по мере необходимости. Ну, а так, в принципе, сами везут, у нас все это доступно с 9 до 18 часов, каждый день мы работаем, кроме субботы и воскресенья, вот, и поэтому... Вы сказали, что и бытовая техника, да, есть? Да, и бытовую технику, то есть, начиная от сковородки, приносят, да, вот, отдать должное, что наши вятские люди, они такие благотворительные, такие милосердные, что узнают, если, вот, я обычно в нашей группе какой-то пост напишу, что, вот, допустим, такой-то семье требуется то-то, то-то, и буквально, вот, через несколько часов сразу идут звонки, мы готовы привезти, как бы, вот, самое необходимое, то есть, как бы, отдать должное, вот, в Ахрушах были пожары, то, в Богородске, в Орлове, мгновенно собирали эту одежду, мгновенно собирали все, что необходимо, все важное, вот. Единственное, мы с деньгами, как-то, вот, так, не стараемся собирать деньги, потому что деньги, это все равно, как бы, пусть они идут через социальные. По деньгам отчетности же нужно все равно, как-то, да, чтобы никто... А здесь, именно с точки зрения юридической, вам пришлось как-то регистрироваться, и вот эти вот все вещи, которые к вам поступают, и которые вы отвозите, по ним какие-то отчеты должны быть? Нет, по ним никаких отчетов мы не делаем, потому что это, ну, как бы, прихода такого нет, у нас, единственное, что у нас организация зарегистрирована по Минью, что мы... Если какие-то, вот, особенно детский фонд, мы, как бы, если делаем какие-то, вот, там, сладкие подарки собираем, где связано с деньгами кто-то, если нам оплачивают какие-то продукты питания, средства гигиены, конечно, мы ведем отчет, выкладываем все это на сайты, или каждый Минюст нас проверяет, налогово проверяет, и, соответственно, граждане могут зайти и посмотреть, что мы там делаем, как бы, вот, на этим, на благотворительность. А что касаться БУ вещей, я думаю, что тут нет необходимости, ведь это, как бы, люди, можно сказать, некоторые вещи только в пору выкинуть приносят нам, вот. А можно, вот, вопрос, сейчас раз заговорили про благотворительность, про отзывчивость кировчан, да, я немножко о личном, я знаю, что вы сами пострадали в свое время, потеряли дом. Вам как откликнулись люди? Много было откликнувшихся? Многие ли помогали? Да, конечно, благодаря, как бы, моим знакомым, друзьям, когда узнали, что у меня сгорел дом, сразу же мне тут начали помогать, начиная, ну, я занимался лесом в свое время, было ужасное состояние, во-первых, вот, у нас нет такой службы психологической, куда можно пойти, хотя бы, вот, что-то рассказать, да, чтобы... Вот мы сейчас, мы уже посадили у себя психолог, психолог у нас работает, частный, как бы, люди приходят и могут рассказать, и хотя бы юридически могут, вот, у нас адвокат есть, который может направить, куда, с чего начать, то есть есть такая инструкция подробная, куда идти, допустим, по горельцу, с каких пунктов начать, я, допустим, сгорел, я не знал, куда пойти, как бы, куда пойти. Ну, конечно, благодаря моим друзьям, мне сразу привезли, там, можно сказать, лесовоз, пиломатериал, пиломатериал, говорит, Юрий Виннич, мы тебе поможем построить заново твой дом. И, конечно, благодаря, вот, моим друзьям, соседям, как бы, они мне помогли, я отстроил дом, как бы, может, даже лучше, чем он у меня еще и был. То есть после этого вы начали заниматься, да, благотворительностью? Нет, я не после этого стал заниматься, я стал заниматься, значит, в 12-м году я остался, в общем-то, не стал ходить, то есть у меня травма позвоночника, и я, как бы, 8 месяцев не ходил. Не ходил, мы лежали четверо в палате, как бы, я молил Бога, чтобы, вот, начать ходить, и думаю, что, вот, я буду заниматься, помогать людям. А до того я занимался в коммерции, мне приходили листочки, там, различные коляски требуются. Я, конечно, как любой предприниматель, кидал это в урну и не рассматривал, думаю, есть государство, пусть оно помогает. А после этого, как бы, я понял, что я не помогаю людям, может быть, вот, как бы, это какая-то кара божья, как бы. И благодаря, конечно, моим родным врачам я встал на ноги, предвозглавляя боль, я стал ходить, стал заниматься упражнениями ЛФК, и я начал ходить. Я первым делом, я построил часовню, вот, стал восстанавливать храмы, потом, значит, я стал, вот, больше, когда с храмами стал общаться с батюшками, значит, и когда понял, что, вот, столько обездоленных у нас, столько, а действительно у нас много обездоленных людей, которые, на которые государство, ну, не обращает внимания, на них просто игнорирует, ну, просто, как бы, нет, вот. И, кроме того, в 2014 году пошли беженцы, и дни из первых, как бы, когда, вот, я услышал по телевизору, когда на колени поставили, значит, Беркут, вот, и надо было, значит, членов семьи их куда-то, я первый клич дал, в интернете написал, что я приму на свою базу отдыха семьи Беркута. И вот четыре семьи, первые приехали на Вятку, вот это, как бы, беженцы, и я их, как бы, принял на базу отдыха, как бы. В дальнейшем мы их трудоустроили, и сейчас некоторые, вот, живут в Белой Холунице, как бы. То есть остались в Кировской области, когда приезжали, да, в свое время. Также мы знаем, что вы помогали беженцам, как раз, с Украины, это было в тысяче, ой, ой, в 2014 году, да, в принципе, не так давно. Давайте вспомним, как это было, посмотрим видеоряд, напомните, и вот скажите, сейчас общаетесь вы с этими людьми, как-то поддерживаете с ними связь, помогаете ли вы им до сих пор? Да, конечно, конечно, помогаем. Мы помогли примерно около четырех тысяч беженцам, значит, это мы их трудоустраивали. Практически целый год, ну, восемь месяцев точно кормили заработной платой продуктами питания. У нас благотворители наши, вот, отдать дольше, Кировспецмонтаж, там, значит, Красногорские магазины, которые нам выделили продукты питания, мы их, как бы, кормили, вот, этих наших, которые, беженцы, были без работы. Не те, которые проживали, значит, вот, в общежитиях, у которых была дотация, а те, которые именно приехали в районах, здесь снимали квартиры. Им досталось намного больше, вот. А кормили полностью и завтраки, и обед? Нет, мы кормили только сухие пайки, выдавали, как бы, вообще, они готовили самостоятельно. То есть вы конкретные семьи поддерживали? Да, мы конкретно семьи поддерживали, поддерживаемся и сейчас, с некоторыми, ну, многие уехали в районы нашей области, как бы, на сегодняшний момент. То есть трудоустроились, да? Да, которые устроились работать где-то и в сельском хозяйстве, где-то учителями работают. Ну, знаете, приятно, вот сейчас приезжаю в офис, стоит там баночка с грибами, там, то есть это подарок того, что я когда-то помог, да, то есть это... Откуда пришли, вот там, допустим, в Белой Холунице послали, там, много до сих пор осталось беженцев. Я каждый день, ну, не каждый день, но, в общем-то, общаюсь в интернете, ВКонтакте, мы переписываемся и знаем, какую ситуацию. Я, значит, состою в Союзе добровольцев Донбасса, и поэтому мы с Донбассом тесно общаемся, как бы, и что происходит там, мы это все фактически знаем. То есть сейчас жить им стало легче, то есть... Сейчас, конечно, да, намного легче, и трудоустроились, и где-то им помогли, где-то с жильем у них наладилось. Ну, многие, конечно, уехали в более крупные регионы, то есть, потому что Москва, Питер, в Коми много уехало, вот, на шахты. Больше шахтеры приезжали из Донецка, как бы, поэтому... А здесь у нас зарплата... О, нет такой работы и зарплаты, во-первых, они же там зарплату хорошую получали, а здесь, вот, как бы, немножко... У них и семьи большие, вот, вот что, большие семьи с детьми. Я предлагаю прерваться несколько минут, а позже мы с вами продолжим обсуждение. Хорошо. Это Журсовет, и мы продолжаем. Сегодня мы говорим на тему Международного дня помощи бедным. И в наших гостях сегодня Юрий Басманов, директор благотворительного фонда «Статус детства», учредитель благотворительного коммунитарного фонда «Родной край». Мы продолжаем наше с вами обсуждение. Расскажите, пожалуйста, какие конкретные мероприятия, акции сейчас организуются в вашем фонде? Что делаете для того, чтобы помочь бедным? Ну, на данный момент, каждую среду, вот, мы с благотворителем фонда Иоанна Благослова и Сусанны Юнглун, мы организуем, значит, помощь, таким, на Комсоморской 47, мы, значит, организуем горячее питание. Там же привозим вещи, вот, где собирается достаточное количество людей со всего города. И вот на Комсоморской 47 каждую среду фактически проходит вот это мероприятие. Ну, мы это анонсируем, если как бы, если его не происходит, то есть меняем. Но фактически каждую среду вот приходят люди, общаются между собой и, соответственно, вот приходят. Вот такая акция у нас происходит. Общаются это кто? Это кто собирается? Ну, вот кто собирается, да, они быстро между собой. Нет, я вот спрашиваю, кто как раз собирается? Вот те лица, которые остались без жилья. А зачем? С какой целью они собираются? Пообщаться просто друг с другом? Мы их кормим, то есть, мы их кормим горячим питанием, то есть, вот, дать должность, что и Сусанна Юм, вот, очень хорошая женщина, и она все тут организует. А наши казаки там охраняют, потому что люди, как бы, разные приходят. Есть и пьяные приходят, как бы, на это мероприятие, поэтому надо их оградить от какой-то... Они тоже едят, но отдельно отсыпают? Да, отдельно, да. То есть, были случаи, как бы, мы вызывали скорую, как бы, там... Медицинскую помощь оказывается, сельскую помощь оказывается. У нас же ведь есть центр, да, по-моему, бомж-центр. Да, у нас есть центр, вот мы как раз вместе с ними работаем, то есть, Змеев Владимир Николаевич. У вас какая-то договоренность, да, официальная? Да, то есть, мы, как бы, вот, каждую среду, то есть, это на, как бы, их акция большая степень, а мы включаемся в эту акцию. То есть, кроме того, значит, мы создали, значит, у нас каждую среду-четверг работает их человек, как бы, специалист в этом, вот, в нашем центре. И он оказывает, рассказывает именно, вот, какие поли-министерства социального развития, как бы, какие акции проходят, чем можем помочь мы. То есть, соответственно, там, значит, паспорт выправить, как бы, вот этому человеку, который остался без жилья, значит, оказать ему тоже медицинскую помощь, ну, куда, ну, в общем, целая инструкция разработана при центре бомж, значит, как можно и куда подойти. А можно такой вопрос? Вот, есть сейчас реально какая-то возможность писать, вообще, написать, так скажем, словесный портрет бедного человека в городе Кирове? То есть, кто это? Это малообеспеченный человек, малоимущий человек? Или это, вот, как раз, лица бомж, которые, которые, мы, так скажем, привыкли неопрятной внешности, которые там сидят где-то на паперте, может быть, тоже в нетрезвом виде? То есть, кто эти люди, которые у нас сейчас нуждаются в Кирове? Ну, разные люди, ну, в большей степени, конечно, это вот лица, которые оставшиеся без жилья по разным причинам, риэлторы обманули, значит, или же некоторые пропили в свое жилье, вот, поэтому те лица, конечно, больше, и они остались без работы, они живут в каких-нибудь канализационных люках, и, конечно, когда встречаешь такого человека, вот мы создали в село Пунгино казачью общину православную, где сейчас, на данный момент, вот, 60 человек, которые живут дисциплиной, которые бросили пить, и, соответственно, вот через этот, показывали по Первому каналу, значит, руководителя, там, атамана Кислохин Юрий Флегонтович, фактически он создал эту общину, мы ему помогаем, и как раз вот на Комсоморскую 47 приходят люди, люди, как бы, и мы им говорим, что вот, если ты хочешь жить, начать с чистого листа, пожалуйста, мы можем вот тебя отвезти в эту православную общину, и, единственное, что запрещено там пить, а так, как бы, ты живешь, потому что люди там со всей страны, они между собой, как бы, общаются, то есть, есть у них вот костяк из 60 человек, прошло там более 600 человек, со всей России, матушки, я еду туда, соответственно, я как слен общественного наблюдателя комиссии Кировской области, езжу по колониям, ну, и вот, общаюсь с некоторыми людьми, они говорят, вот, никуда поехать, то есть, все, я, мне обратного пути, домой нет, там, допустим, с другого региона, ну, я ему предлагаю, вот, пожалуйста, едь в казачья православная община, попробуй, поживи, там надо работать, только труд, соответственно, там у них вот есть пилорама, есть, они делают поддоны для нововятского лыжного комбината, то есть... Ну, это понятно, но они же много раз начинали уже новую жизнь, сколько человек, все-таки, идут до конца, и в итоге... Вот чашка штяк, 20-30 человек, которые, вот, постоянно находятся там, много нецелес, они все время живут там и работают, расширяются, они там и работают, то есть, там они строят сами себе жилье, строят сами себе жилье, расширяются, как бы... Но они работают только на себя, а работу, которая пойдет на благо общества, они ищут? Нет, они работают, как получается, не только на себя, они, вот, работают, чтобы выжить, вот, как бы, получается, там у них и живность, они держат, значит, соответственно, вот они вырастили очень много овощей в этот момент. То есть, еду они сами себе, сами себе полностью обеспечивают? Понимаете, как бы... Как терапия, вроде бы. Да, как бы такая терапия, сами для себя они там ее создали. Почему дальше не идут? И, как бы, понимаете, ну, некоторые, вот, допустим, два человека, они уже женились, ушли, они живут нормальной жизнью. То есть, свой дом, работа, все как бы... Да, то есть, как бы, да, то есть, два человека, они, как бы, вот, нельзя, конечно, похвастать, но только два пока человека, они стали жить нормальной жизнью. Вот, остальные боятся, как бы, уйти, чтобы снова сесть, за стакан не сесть. И когда вот такой человек, как Юрий Флегонтович, их держит, и все по традиции казачества, многие, вот сейчас уже 5 человек, которые достойно, больше года они стали по традициям казачьим жить, мы их приняли в казаки. А кого больше из таких бедняков? Те, кто стал бедным в силу каких-то обстоятельств или сам? По собственной воле. Я считаю, что больше, конечно, по собственной воле. Из таких, насколько многие, вот вы же все равно общаетесь, многие хотят из этого вернуться в нормальное, так скажем, человеческое существо. Многие хотят, видите, много участников боевых действий, которые как бы не могут адаптироваться, видимо, в каких-то жизненных ситуациях. Начинают пить, пить, соответственно, семья в них встает на второй план. Семья, значит, бросает. Вот, допустим, был такой случай, афганец один, значит, жена его выселила в барак. Он пил беспробудно. Мы, нам, жители, сказали, что вот есть человек, который пьет, нигде не работает, ему 50 с небольшим лет и, соответственно, живет в проголодь. То есть, когда мы приехали к нему, действительно, было ужасное состояние, там вообще ужас просто, что было. Спросили, на что ты живешь? У него 2 200, как бы, боевые вот эти деньги, которые больше никакой, ни пенсии, ничего не было. Вот, что делала супруга, то есть она булку хлеба закидывала ему туда, в комнату и все, ему, как бы, вот так он жил. Соответственно, что мы сделали? Мы пригласили волонтеров, волонтеров, ну, чтобы сдать в больницу, надо получить хотя бы инвалидность ему, как бы, он еще не пенсионер. Вот, мы, надо было отмыть его, вот его отмыли, волонтеры, как бы, сдали мы его в больницу. Ну, конечно, вот он, мы его не спасли, как бы, там, где-то недели две, наверное, он пожил и умер от истощения. Вот, просто вот мы его не спасли. Ну, многим, многих, конечно, спасаем, есть у нас бригада, к которой мы обращаемся, вот, такие участники запивают, мы откалываем, мы их, как бы, пытаемся как-то спасти. Вот, и, конечно, трудотерапия. Вот, самое главное, то, что человек отвлекается, если ему, как бы, даешь какое-то задание, вот, вот, именно, вот, в Пунгино, там человек, там храм, они строят храм, значит, каждый день они, фактически, приходят в храм. И, вот, это состояние души, то, что они, как бы, от всего ограждены, там, они не получают денежные средства на руки, соответственно, вот, что они зарабатывают, перечисляются в магазин, и продавцы только выдают им продукты питания. Ну, сигареты, продукты питания, алкоголь запрещенного выдавать, мы, там, договорились, чтобы не выдавали. Если человеку надо, там, выпить, мы им говорим, все, вот, уезжай, и, как бы, все, вот, как ты пропьешься, приезжай, там, через 4-5 месяцев. Отношения ровные, вот, раз люди приходят, вот, скажите честно, которые, у вас ко всем отношения ровные, к тем, кто приходит за помощью. Морально тяжело помогать тем, кто не хочет помочь сам себе? Да, очень тяжело, конечно. Обидно то, что бывает, что, вот, в него в лужу, в душу вложишь, вроде, все, как бы, а потом он раз и срывается. С этого, наверное, желание пропадает, да? Да, желание пропадает, работать дальше, ну, раз уж мы выбрали такую долю, соответственно. Много людей, которые не хотят вообще, им, сейчас, знаете, встают в магазин, просто с протянутой рукой, и, он говорит, мне всегда дают, вот, есть, видите, у нас некоторые вещи, шубы даже норковые, как бы, есть, приходят бомжи, выходят в пиджачках, в это, даже не подумая, что он, как бы, как бы, он бомж, он встает в магазин. Он встает, ему все нравится, он говорит, я с ним, как бы, общался, он говорит, ну, мне никакую работу не надо, я вот стою, я знаю, что меня всегда накормят. Ну, такая, что удобно, а вы? Я накормят. Помощь окажете? А может, это не помощь, а может, наоборот, это... Медвежья услуга. Да. Да, он встает в магазин и, конечно, просит, выпрашивает, люди, конечно, милосердно дают ему, и денег дают, и, как бы, он... Ну, а вы, а вы кормите? А мы таких, как бы, ну, мы вот разово кормим. То есть вы больше устраиваете, да? Мы больше, конечно, устраиваем, мы даем работу. То есть мы даем удочку, а сами они дальше... Ради рыбач. Да. Большое спасибо, я хочу познакомить еще с одной интересной акцией, называется она «Еда вместо бомб». И сегодня мне удалось пообщаться с человеком, который стал инициатором создания вот как раз этой акции, пообщалась с ним, но сейчас... Эта акция проходила на протяжении 7 лет. Каждое воскресенье в 2 часа дня регулярно активные ребята как раз кормили бомжей нашего города, бедных людей. Давайте послушаем, что говорит этот человек и посмотрим, как это все было. Не только кировская организация, вообще-то называется «Еда вместо бомб», «Футман Бомбс». Вот, и она завердилась где-то там в США, как знак протеста против милитаризма. Ну, еда – это вообще простая, самая простая вегетарианская еда. Это в основном какая-нибудь крупа или какой-нибудь суп. Ну, то есть обычно мы готовили гречу, вот, потому что ее просто и быстро, и она очень питательная. То есть мы жарили поджарку, перемешивали в больших баках, то есть мы достали такие баки, литров на 20-25. Вот, дома все это готовили, сами ели, вот, приносили туда, то есть мы покупали, ну, посуду одноразовую, вот, ну и, собственно, раздавали. Ну, то есть это же как сарафанное радио, там всегда какие-то люди есть, вот, те, кто, так скажем, нуждаются в пище, вот. И один раз там мы раздали, второй раз раздали, третий раз они начали приходить. Ну, вот, у меня такой вопрос, почему-то сразу возник, простите, что перебиваю, да? Вот мне сейчас показалось, что на таких акциях, вроде как бы добрых, можно спокойно делать сам пиар. Ну, я так тоже считаю, что некоторые люди разово выйдут в воскресный день, ну, накормят там крупами, там еще чем-то. Да, видите, да, видите, люди привыкают к этому, люди, вот, допустим, взять центр бомж, если взять, фактически там проживают люди. Ну, многие, видите, как бы на дневной период их выпускают, чтобы они что-то пошли там, заработали, а вечером пускают, чтобы они переночевали. То есть это как бы наслежка такая. Ну, большая-то часть людей, вот, там, 50 койко мест, 50 человек, ну, может, не 50, может, чуть поменьше, выходят, и они вот так вот стоят, значит, стоят у храмов, зарабатывают какие-то деньги, и потом приходят на чистую постельку, как бы, это, конечно, тоже нужно, да, это только расхолаживает. А вот, 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 если бы создавать вот такие реабилитационные центры, то, что именно человек работал, вот, раньше, вот, я много по опыту, мы поездили в Подмосковье, да, мы ездили в Подмосковье, там много вот реабилитационных центров, частных причем, где вот таких людей, как бы, как бы, примерно как Пунгенок приглашают, вот, мы говорим, что ты будешь здесь жить, в нашем центре, ну, будешь за это отрабатывать, за, как бы, за это и за еду, ну, платят, некоторым платят за работную плату, только они получают ее потом, как бы, вот, то есть это все контролируют и правоохранительные органы, там подписываться договор, не все это так, вот. Если бы у нас такое вот создать, я заговаривал с Министерством социального развития, но пока нет финансирования на такие, как бы, есть социально направленное НКО, но пока они, как бы, вот, гранты мы писали, два гранта, но тоже пока не выиграли президентские гранты по этому поводу, вот, если получится, конечно, какой-то, вот, будем еще раз писать, что вот именно создать такой реабилитационный центр, или пусть он был в городе Кирове, допустим, все равно 50 человек, вот сейчас 50 койками, койками, а бомжей, знаете, сколько? Да, сколько? Есть цифры? Ну, статистики такой нет, но я думаю, что намного больше, в разы, наверное, там сейчас, просто все живут где-то по каким-то другим объектам, вот. Ну, периодически я подхожу, вот, у нас там на Розе, Люксембург, они меняются, там люк, теплотрасса, вот, вылазят, я говорю, хочешь жить, начать с чистого листа, мы тебе. Некоторые говорят, да, некоторые нет, вот. Кто соглашается, пробует, но не все остаются, вот, конечно, не все. И, когда человек ослаб, когда человек понял, что вот ему действительно вот такую акцию создали, его кормят, зачем ему работать? Ведь вот, смотрите, я как член общественной обладательной комиссии езжу по колониям. Мы проверяем еду, проверяем место принудительного содержания, и там хорошо. Вот на данный момент многим хорошо. Многие выходят и снова в витрину бьют, чтобы снова сесть на зимний период. Летом они гуляют, а зимой, ну, холодно же зимой, замерзнуть можно. Поэтому они снова, вот в этом у нас, конечно, большой минус, что за счет налогоплательщиков мы содержим вот эту массу людей. Вот. А если бы вот создать какой-то действительно, чтобы они что-то работали, там-то сейчас на зонах тоже мало как бы работают, в основе они сидят. Да, но время у нас, к сожалению, заканчивается. Очень интересная, увлекательная беседа. Проблем много, как мы выяснили. Это была программа «Журсовет». Сегодня со мной в студии были мои коллеги Ирина Сырцева и Дмитрий Житарчук. И наш гость Юрий Басманов, директор благотворительного фонда «Статус детства» и учредитель благотворительного гуманитарного фонда «Родной край». Всем большое спасибо за общение. Всего доброго вам. До свидания. Благотворительных фонда «Родной край» Редактор субтитров А.Семкин